дорогие друзья привет всем хотел сегодня записать видео очень важную тему такую поднять вчера ребята ко мне приезжали с канала семья на море интервью у меня брали и задавали мне много вопросов но все они были вокруг да около вопроса почему все-таки я променял променял сочи на аланию почему сюда переехал да все таки вот и сегодня я для вас расскажу постараюсь рассказать на мой взгляд какие плюсы минусы того и другого места сейчас я найду где-нибудь лавочку чтобы вот так вот не идти с вытянутой рукой и мы начнем я себе здесь даже сделал небольшую такую подсказку подготовился к видео начну с того что мы здесь в алании уже жене были и были мы как раз здесь год назад именно в это же самое время на новый год мы здесь вместе отмечали именно в том году все и произошло я конечно ну честно сказать прям влюбился в этот город ну просто в его красоту как выглядит улица да какая здесь красивая природа потом влюбился в море когда ко мне люди приезжали помню покупатели в сочи говорили ночь что море какое-то не такое я думал да блин но чем может отличаться море вода да вода ну здесь действительно я понял да море здесь совершенно другое средиземное море я нахожусь кстати для тех кто не знает в алании и она конечно ну и сам пляж у нас галичный там пляж здесь например пляж клеопатра так вообще там загляния господи какой он вообще красивый этот пляж клеопатра как-то она не похожа на наше почему-то дать что-то какое-то другое не могу объяснить почему но почему-то не похоже на наше вроде тоже вода но как-то она по-другому себя ведет сейчас мы туда поедем на ту крепость и вам все покажем будет круто прям не тронутый человеком максимально есть там крепость ну нету никаких там тебе вот этих волнорезов дебильных все время про них говорю зачем они всю пляжную полосу просто изуродовали этими бетонными уродскими волнорезами зачем вот здесь пляжная полоса ни одного тебе забора да не одного вот этого санатория просто ну свобода свобода можешь отсюда пойти и до туда дайте вот видите где эти горы до туда дайте просто по пляжу и не будет никакой преграды круто следующий момент конечно мы удивились прошлом году насколько здесь много русских людей и европейцев много немцев ну в общем не знаю много европейцев немцев просто сразу их видно потому что и немцы кстати были мы их сразу видели по но они пенсионеры но выглядят просто в идеальном состоянии многие кстати пишут спрашивают как там жить мусульманская страна самом деле ребят ну я тоже так думал тоже был там заложник этих стереотипов предрассудков самом деле эта страна больше даже с европейским укладом жизни светских светская страна со свободным вероисповеданием есть например есть две церкви христианские непосредственно в алании здесь как-то напрягать тебя это не будет но единственная молитва вот это звучит по всему городу не знаю следующее это конечно же качество продуктов качество продуктов блин мы когда же не сделал этот салат мне из помидоров сыра еще там что-то было какой-то трава какая-то снул салат какой-то не знаю просто начали если начали удивляться да ладно просто насколько и все вкусное натуральное с этим чаем тоже ну мы уже рассказывали все это как-то в своем видео липтон этот купили ну потому что больше другого чая не знали все остальные были там на турецком название купили липтон мы в сочи конечно ли там не покупаем потому что стрёмный чай вот здесь мы заварили этот чай мы его пробуем что за чай такой супер чай просто супер качество причем все это стоит вообще копейки чтобы понимали же не горящая с помидоры покупает где-то по 220 280 рублей в сочи килограмм ну нормальные помидоры не магнитовские здесь на рынке помидоры где-то полторы лиры 15 рублей хлеб стоит ну где-то лиру где-то полторы также 10-15 рублей какой здесь хлеб него подписчица правильно написала очень такая корочка хрустящая внутри он такой прям воздушный как облачко хлеб тоже очень вкусный я не пытаюсь да сейчас нахваливать но я рассказываю почему я переехал просто так вы согласитесь я не переехал сочи сто процентов всегда всегда останется в моей душе вот здесь тоже люблю конечно этот город очень благодарен ему я конечно в этом городе вообще полностью изменил свою жизнь переехала когда-то из сибири в него вот но во первых я там уже все переснимал а я же веду блок по недвижимости по недвижимости сочи во вторых цены стали прям ну уже прям я не могу себе снимать их и говорить что вот это классно покупаете что цена приемлемая ну на самом деле цены стали от застройщиков уже прям очень дорогими если покупать только вторичку по перепродажам не знаю мне кажется должен быть либо спад цены либо она наконец-то должна уже остановиться поэтому инвестировать сейчас недвижимость сочи есть несколько проектов но прям не во все можно на сегодняшний день инвестировать сочи да классный город но блин цены цены конечно я в последний раз в дендраре хотел поехать хотели тоже поснимать что-то прогуляться ну во первых я подошел вот этот фуникулер до 500 рублей ну я думаю ну ладно 500 нормально то есть меня снизу довезут туда и снизу вверх сверху вниз прогуляешься ну даю ему 500 рублей он такой ну и за вход как бы там уже наверху 250 рублей 750 рублей ну да блин прям прям начал 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 бесить короче со временем это обдирала на каждом шагу тебе заставляет за что-то заплатить у меня есть эти 750 рублей ну и блин не хочу их платить мы пошли на набережную просто там бесплатно погуляли жене вообще один раз дендраре пошла там попугая дохлого увидела в клетке и заплакала вот так вот подняла себе настроение по ценам до вернемся к ценам потом увидели мы цены на одежду мы купили получается три пару обуви которые в маримоле бы стоили ну где-то по пятнашки по 10 тысяч ну каждая вот где-то он они бы обошлись нам в 40 тысяч да здесь мы купили три пару обуви за 8 тысяч хорошие кожаные она себе кроссовочки купила там модная себе кожаную обувь классную купил ну и добила нас конечно это цены на недвижку и вообще качество уровень недвижки мы когда приехали с риэлтором девочка риэлтор у нас есть обо всем этом видео на канале сейчас ссылочка здесь появится там сайте нормально так просмотров набрала да конечно там вообще и бассейны хамам и сауна но я сейчас сам живу в таком жилом комплексе где прям все есть тренажерка бассейн открытый бассейн закрытый хожу от бассейна каждый день ходи сауна хамам территория огорожена парковка бесплатная сама квартира у меня стоит стоит да в сочи я получается снимал в романовском 23 квадратных метра за 20 тысяч здесь и за те же 20 тысяч снимаю 60 квадратов вот в таком доме где все есть опять же если кому интересно можете посмотреть ссылка сейчас появится вот ну и цена если при покупке тоже гораздо дешевле чем сочи то есть можно 100 квадратов вот у нас дуплекс 160 квадратных метров нашем доме 100 тысяч евро стоит это где-то ну 70 тысяч рублей причем вот со всей вот этой богатой такой вообще инфраструктуры у нас в принципе в сочи ни в одном комплексе нет есть вот в идеал хаосе что-то подобное там 300 тысяч за квадрат будет 250 300 тысяч тут 160 квадратов дуплекс двухэтажный с ремонтом с мебелью 100 тысяч евро вот это да стало конечно последней каплей ну и потом я наверно в своего 32 года понял что я человек такой который не мог не может долго сидеть на месте мне интересно стало не знаю изучить новый язык многие говорят что от там на турецком на английском на самом деле здесь на русском можно вообще без проблем жить тут многие живут коля у нас он вообще по-турецки знает только тамам хорошо и здрасте мирабатом по моему вот принципе можно и без этого ну и вообще в принципе я это воспринимаю ну как вызов интересно же изучить новый язык это ж круто будут работать те области мозга которые давным давно не работали полезно кстати для мозга так следующее ну и вообще интересно было по своей профессии до изучить новый рынок недвижимости мы посмотрели там три наверно комплекса хотелось посмотреть вообще как здесь что здесь какие комплексы ну и конечно конечно многие люди хотят исполнить свою мечту до переехать к морю там под старость лет кто-то звонят мне и говорят что вот у них три миллиона посмотрят на авито что цены цены на авито конечно отличаются очень от реальности хотят себе какую-нибудь квартирку небольшую да хотя бы однокомнатную квартирку чтобы возле моря чтобы в зелени жить ну я им сожалению вынужден отказать потому что за три миллиона в случае ребята конечно это где-нибудь в опе 30 квадратных метров но можно купить наверно по 100 тысяч за квадрат но это сто процентов будет черновое что-то какое-нибудь жилое помещение где у вас во дворе будет бетон вот и поэтому хочу вам показать что здесь что здесь можно за 3 за 4 миллиона взять за 7 миллионов такие просто тут шикарнейшие квартиры тут они все идут с ремонтами кстати у меня прям больная тема стала я жил в посидоне как-то после его сдачи и в романовском я вот последний раз жил там уже где-то год прошел точно после сдачи я чуть-то блин там с ума не сошел от чего от того что застройщик сдает все черновое и 3 наверно года будут вам будут выносить мозг ремонтники короче будет вокруг сверления каждый день ну кроме выходных если вы слава богу там соседями договоритесь с утра сверлят вечером приходишь сверлят это просто ну каждый день каждый день сводит это прям с ума и все вот эти новостройки наши прям обречены там ну невозможно жить многие люди уже знают мои покупатели которые уже не первые не первую свою недвижимость покупают а я блин видите на своем опыте только понял что да здесь видите все с ремонтами никто ничего не сверлить заезжай прям хоть сегодня будет тишина и покой от금чив себе я попал какую-то аей-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай какое море да кайф вот видно что люди здесь живут до пластмасса валяется ну вот так вот не видно в общем ну что друзья все вот эти факторы повлияли на то, что я переехал сюда, что касается минусов АЛАНИ, ну я пытаюсь высосать их из пальцев, но на самом деле такой ощутимый самый минус на сегодня для меня, что нету отопления в домах в основном, есть, ну это прям как исключение, это типа такая супер опция, если у вас есть подогреваемый пол в квартире а так все на кондиционерах, постоянно вот это, я в шерстяных носках хожу дома кондиционер плюс здесь дороже электричество и дороже бензин в Сочи 95 50 стоит, здесь он получается 70 что ли стоит подороже, но он кстати другого совершенно качества у меня прям расход на машине упал ну что будем завершать это видео я, кстати, давайте немного о себе чем я буду здесь заниматься буду также заниматься недвижимостью спасибо Сочи, кстати, за это в этой работе я научился и сайты создавать, и научился разговаривать на камеру ну и вообще во многом на самом деле работа эта придала мне большой толчок развития вот здесь я буду продолжать этим заниматься самое главное буду оставаться верен своими принципам своим принципам Женя, кстати, через 2 месяца тоже приедет сюда обязательно первый у нас принцип это честность мы никогда никого не обманывали не вводили заблуждения какими-то фонарями специально для этого я, в принципе, и завел ютуб-канал еще 2 года назад чтобы показывать людям что не может столько стоит недвижимость в городе Сочи показывать все как есть рассказывать все нюансы недвижимости в Сочи Женя у нас активно занимается ипотеками здесь, кстати, тоже проходят ипотеки здесь есть крутые рассрочки вот поэтому сейчас активно изучаю рынок набираю, так сказать, экспертности нужно выписал уже для себя по каждому району приоритетные новостройки работаю здесь со специалистами уже с экспертами в этой области ну через месяц я думаю все зависит же от меня через месяц я думаю уже смогу дать вам более-менее профессиональную консультацию по недвижимости в городе Алане она на самом деле не такая уж большая даже, мне кажется поменьше, чем в Сочи в Сочи у нас очень растянута ну и примерно такая же вот кто досмотрел до конца это видео большое спасибо не забывайте обязательно поставить лайк подписывайтесь на канал думаю будет много интересного помимо недвижки буду показывать буду стараться показывать куда я буду ездить летать хочу на Кипр летом отправиться вон здесь в принципе где-то вот там неподалеку островок в общем будет интересно всем пока я здесь увидимся оланьях